Приём-приём, друзья! На связи с этим и на добро пожаловать в новую серию зомби-апокалипсиса. Вы понимаете, что сегодня мне нужно пробраться, между прочим, вот в тот палаточный городок. Но у меня, скорее всего, никак не получится это сделать, потому что за ним находится зомби. Да, кто бы там ещё мог находиться? Короче, друг, поставь, пожалуйста, под этим роликом лайк и тогда прямо сейчас, в эту секунду, с военной базой вылетят ракеты и просто разбомбят этих зомбаков. Но если лайк не поставишь, то у меня, скорее всего, туда пробраться не получится. Так что скорее ставь свой бомбардировочный лайк. Ну а те, кто из вас ещё не подписан на канал, друзья, нажимайте на красную кнопку подписаться. И никогда ни один ролик с этого канала ты точно не пропустишь. Ну а теперь я тебе желаю приятного просмотра. Я думал, если посветает, как-то поспокойнее будет хотя бы. Нифига подобного. Зомбаки, как и пытались ко мне на второй этаж пробраться, так они всё это время и пытаются сюда залезть. Чёрт побери, ладно, придётся походу сегодня... Так и так, снова с боем прорываться к этим палаткам. Ещё вон того человека надо проверить, который там валялся, у него в руке какая-то штука интересная была. Я, конечно, не знаю, как она работает, но думаю то, что она мне потом обязательно пригодится. Да-да-да, туда, именно туда. Чё, почуял меня уже? Да, почуял. Да, конечно, расстояние просто гигантское. Они всё равно мне как-то умудряются ещё видеть. Так, я, по-моему, вчера ещё с перепугу даже... Я же говорю... Чё... А, нет, это снизу. Это первый этаж, ладно. Я вчера... О, две громады. С перепугу даже не успел эти сейфы проверить, вообще ничего не проверил. Так, ладно. Раз уж тут становится достаточно шумно, тогда нам сейчас, видимо, тоже придётся немного пошуметь. И, кстати, да. Я же вчера ещё записку эту нашёл. Вот она, записка ребёнка. Он где-то в этом городе, скорее всего, потерялся, потому что в его комнате никого не было. Чёрт побери. Ну почему это всё время так происходит по закону подлости? Вот ночью, когда зомбаков было и так много. Зато в паладочном этом городке никого не было. А теперь, как только посветало, и я собираюсь туда идти, так целая толпа зомбаков туда набежала. И как? Как я должен теперь туда проходить-то? У меня ж патроны тоже не бесконечные. Ай, блин. Постоянно всё как-то через одно место идёт. Ну, постоянно. Просто по-другому не придумаешь. Так, ладно. Попытаюсь как-нибудь безопасно тогда отсюда слезть. Это получается через вот эти кресла. Ладно. Вчера залезал сюда. Сегодня как-нибудь отсюда придётся в любом случае пока что слезать. Так, о, чё это за ящик такой? Я даже не заметил. То, что он стоял под этой лестницей, да и тут в итоге-то ничего и не было. Так, ладно. Сейчас будем... Ага, вот они, где тут двери, получается, сносят, да? Так. Ну, вы сейчас у меня тут... Мне кажется, всё-таки получите. Так, а дверь я назад поставлю, чтобы они... Чуть что туда снова... Не проходили. Так, давай, иди сюда. Иди сюда. С тобой сейчас тоже разберусь. Пока что у меня время есть. Так, эти полки, всё это дело я не помню, проверял, не проверял, но... Каждый кусок еды и всё остальное мне в любом случае сегодня потребуется. Так, ладно. Сначала попробую пробежать вон до того человека, который в саду валяется, а потом уже в палаточный городок придётся как-то прибираться. Так, ещё слышу. За углом. Где-то за углом стоит, а слева в здании вообще двери ломают. Ничего себе. Так, ладно. Короче, всё. Я подхожу сюда, беру эту штуку, что это такое? Частотный модуль какой-то. Ладно, потребуется. По-любому, когда ему это тоже потребуется. И через здание вот так вот просто отсюда убегаешь, чтобы они мой запах не чуяли. Так, всё. Отсюда, вот так вот, через это окно. Всё. Великолепно. Думаю, так они меня теперь точно никак не достанут, если что. Не, не должны. Не должны достать. Так, ладно. Приберусь сейчас внутрь. Пойму, откуда именно доставался этот сигнал, а потом свяжусь с Хантером, скажу, что это такое. Да. Вот она антенна та самая, с которой, видимо, и передавались какие-то сигналы. Так, ладно. Главное всё это делать аккуратно и подходить тоже максимально аккуратно, потому что... Зомбаки находятся прямо внутри. Так, а зомбятина-то на самом деле свежая. Максимум 1-2 дня. Они здесь валяются. Так, ладно. Всё по-тихому. По-тихому. Я не знаю. Может быть, в принципе-то и нет смысла как-то слишком по-тихому всё делать. Может, гранату туда закинуть? Блин. Мне кажется, в любом случае придётся гранату туда закидывать, потому что они... Рано или поздно просто-напросто сейчас вся толпа побежит на меня. Так что, ладно. Так и быть. Сейчас я всё внимание этого города, мне кажется, просто на себя сманю, но... На тебе. Чёрт, гранату, взрывайся. Она что-то как-то долго взрывалась. Так, ладно. Вот так сделаем. Всё. Так-то намного лучше. Так. Так, и вот эту толпу, по-моему, можно просто сейчас с МП-5, в принципе-то, более-менее добить. Так, сейчас я тебя тоже добью. Так, всё отлично. С этими справились. Так, сколько у меня ещё? 9 миллиметров. Две штуки осталось. И 25 здесь. Итого 27 в общем количестве. Ничего. Так, справимся как-нибудь. Прорвёмся. Надеюсь. По крайней мере, надеюсь на это. Так. Я захожу внутрь. Так. Ещё, получается, последний удар остался у него. Нет, нифига не последний. Так, ладно. Ладно, самое главное то, что положили. Так, ещё из того здания, получается, кто-то идёт. Ладно. Надеюсь, то, что в то здание мне всё-таки не придётся идти, потому что оно какое-то многоэтажное. И, честно говоря, доверие оно у меня особо не вызывает. Так. На тебе. Получай. Туда откидываю. И ты тоже. Зараз, получай. Всё. Надеюсь, у меня сейчас более-менее спокойно получится всё проверить здесь. Так. Во-первых, тут какой-то полицейский лежит у него. Так. Чуть такой РПК-шник. Нифига себе, полицейский с РПК. Я такого ещё никогда не видел. Но, по-моему, тут... А тут... Да. Тут просто магазина, к сожалению, нет. А такой тяжёлый автомат я пока что с собой таскать не хочу. Так. Рюкзак зелёный. А чё в нём, интересно? Так. Чё это такое? Земля? Что? Рюкзак полностью набитый землёй. Так. Возможно, то, что тут был какой-то ураган. И из того, что это полицейский тут лежит как-то долго. Землю туда внутрь как-то накидал автоматически. Я не знаю, как-то по-другому ещё объяснить. Так. В кабину автомобиля, мне кажется, тоже пока что стоит залезть. Потому что, мне кажется, тут тоже можно что-то найти. Да и топливо, да. Топливо тут немного есть. Тоже так. Кабина. О! Глушитель. Нормальное дело. Так. Я же говорю то, что мне кажется, точно есть толк сюда заглядывать. Только что-то мне подсказывает то, что на мой автомат AN-94, к сожалению, глушитель, да. Он не подойдёт. Вот если бы АКС был какой-нибудь, то, в принципе, наверное, эта схема как-нибудь сработала бы. Но только не в моём случае. Это явно. Так, я ещё зомбятину слышу. Только... Понять не могу. Откуда он тут звуки эти издаёт? Так. Ладно. Сейчас по-быстрому всё. Так. Здесь у нас что? А здесь у нас топлива нет. Понятно. Значит, лагерь всё-таки давно здесь стоит. Так. В этой машине по-любому тоже что-то есть, да? Да. Точно такое же количество топлива и... И несколько 9-миллиметровых патронов. Они тоже потребуются. Ничего страшного. Так. Ящик. В ящике у нас... О! А здесь какие-то другие штурмовые патроны, между прочим. Только эти патроны не подойдут ни к одному из моих оружий. Но надеюсь, что это оружие у меня получится, может быть, в этом лагере найти. Если его найду, то мне кажется, будет классно. Потому что винтовка, скорее всего, какая-то мощная. Так. Сейчас я хочу открыть и отбежать отсюда. Потому что, по-любому, сейчас на меня кто-то попытается отсюда... Ой, ёберн, я испугался. Думал, что это такое тут телевизор? Я не понял. Тут что, мультики кто-то смотрел, что ли? Что за бред такой? Так. Стереосистема. Возможно, кто-то посылал сигнал именно отсюда. Так. Что это такое? Листочек с надписью «Волна 99». Интересная ситуация, конечно. Так. А как это всё дело работает-то вообще? Так. Может, попробовать сюда нажать как-то? Нет, по-моему. Ой. Так, что за дела? Зато у меня... Так, не понял. А, да, приём, слушаю. А, Шеди, приём. Слушай, у тебя сигнал только что пропал. Танк, я его фиксировал. А, понял, Хантер, слушай. Я нашёл это место. Да, это точно оно. Слушай, тут палатка какая-то. Две палатки, две машины. И, видимо, кто-то просто на этот рычаг нажал и потом куда-то убежал. Так. Окей, понял. Слушай, если тут кто-то на рычаг нажал, получается, он где-то... Он где-то живой, сейчас находится в твоей области, правильно? Так, ну, получается, правильно. Если этот человек находится где-то здесь, он почему-то всё-таки не хочет со мной на контакт выходить, но при этом пытается восстановить связь. Ладно, Хант, слушай, попробуй чём-нибудь придумать здесь. Ладно, если что, новые новости появятся, с тобой свяжусь. Ага, хорошо, давай. Конец связи. Да, Хантер всё-таки ещё не в настроении, он какой-то злой, на самом деле. Из-за того, что я поступил так, слишком резко просто с базы улетел, как бы, ну, на машине, в смысле, уехал и просто так их там всех оставил. Но я же сказал то, что я должен отомстить, и я отомщу, и обязательно сына Хансмана найду. Так, окей, ладно, что касается этой палатки, возможно, так, о, человек, человек, а вот звук зампятины отсюда доносился, оказывается. Так, ладно, окей, разберёмся со всем этим. Так, дружище, что это у тебя за костюм такой чёрный, интересный, и ты прям как самый настоящий ниндзя. Да у него и винтовка тут интересная какая-то находится, так что это такое вообще? А, я такую находил, я такую находил, я это точно помню, да, и патрон у него от этой же винтовки есть, и яблоки даже есть, нифига. О, и бочка с яблоками, о, всё потребуется, я на всякий случай сейчас просто-напросто всё соберу. Так, это сюда отложу, волна 99, блин, Хантеру забыл про волну сказать. Ладно, попозже, если что, с ним свяжусь, и обязательно эту информацию передам. Так, ключ от спальни мне не нужен, бутылки всякие, молоко, так, аптеки, сигнальные ракеты, сигнальные ракеты, вернее. Так, и, о, так это, это костюм, да, точно, у нас на базе такой же был, нифига себе, он так с этой стеной сливается, то, что я его едва-едва не пропустил. Надеть, что ли, по приколу его? Ладно, надену. Мне кажется, он здесь, в этой городской местности, тем более, тут всё заросло давно, он будет, этот костюм, просто идеален, и меня действительно будет очень-очень тяжело обнаружить, и я на самом... Ой, блин, я же становлюсь практически зелёный, прямо как зомбак. Так, главное, чтобы если какие-то люди здесь появятся, они меня за зомбака не приняли, а если примут, то потом, я не знаю, как буду объяснять то, что я как бы не зомбак. Ладно, разберусь с этим тоже, разберусь. Окей, так, чё у нас в этом ящике валяется? Ух, сколько еды всякой, ё-моё, так, шоколад, шоколадный пирог, тосты с яичницей, ничего себе. Ладно, если что, если кого-то здесь найду, если ребёнка, в конце концов, найду, который там в спальне прятался, я ему всё это дело дам. О, два кусочка с пиццей и вода, ничего себе. А вот пиццу я даже вообще не помню, в принципе, когда я её даже ел. Так, ладно, в принципе-то комната на самом деле достаточно интересная. Так, что у нас тут ещё такого увлекательного, интересного может быть? Так, ну-ка я сейчас эту винтовочку проверю, какой у него прицел тут работает. Сейчас вот сюда на палатку лягу, а лучше на дерево, и меня точно в этом костюме видно вообще не будет. Так, что у нас там? В этих окнах чисто, да и, в принципе-то, я всю ночь наблюдал, никакой свет не появлялся, вообще ничего не загоралось, нигде ничего не было. Так, вон там здание зомбятина стоит. Но это, в принципе-то, ладно, пускай стоит, я ему не мешаю, надеюсь, то, что он мне мешать тоже не будет. Так, а там какие-то банки, склянки стоят. Надо будет, наверное, в то здание тоже наведаться, может быть, что интересное найду. Да, конечно, город изрядно потрепало, и что здесь происходило, я, честно говоря, вообще понять. Не могу так, это кто такой там? Ну-ка, спрятаться, спрятаться, спрятаться. Это кто такой там? Так, стоп. Вон же, на самом деле, прямо там, на втором этаже стоит. На самом верху. Он за мной, что ли, наблюдает? Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сейчас я пока что по-быстрому позицию сменю, сделаю вид, как будто бы я его не заметил просто. Вот сюда в палатку сейчас зайду и как-нибудь отсюда попытаюсь его получше разглядывать. Сейчас вот так вот через траву. Так, не понял. А куда он уже делся-то? Чего? Серьезно, что ли? Он понял то, что я его заметил? Он прямо за секунду как-то уб... Так, мне нужно его поймать по-любому. Кто это такой? Человек в мертвом городе следит за мной. А может быть, это он оттуда спускался и этот рычаг нажимал. Так, ладно, я не знаю, что тут происходит, но мне явно сейчас придётся вашу дивизию в то здание бежать, как бы мне этого не хотелось на самом деле. Так, это на самом деле я вовремя начал проверять прицелы винтовки, потому что просто чертовски вовремя. Так, ладно. Придётся тогда в любом случае залезть в это здание, как бы мне это ещё раз повторить не хотелось, но придётся как-то... Блин, ладно. Чёрт побери, как бы ещё туда залезть, чтобы кирпич на голову не свалился, потому что, честно говоря, я этим конструкциям каменным разваленным вообще не доверяю. Так, я захожу. Я захожу! О, их тут просто тьма тьмущая! Твою дивизию не лучшая идея была! Так, он же сейчас по-любому этот человек понимает, то, что я из-за него сейчас попытаюсь в это здание зайти. А где дробаш-то мой? Так, на тебя ещё, получай. Так, кто там? Ещё внутри, по-моему, зомбак был. Так, сейчас я по-быстрому... Ой, мурашки по коже, мурашки по коже идут. Просто я чувствую, как сейчас зомбак свою лапу зелёную на меня положит. Так, нет здесь никого. Так, в этой комнате... Господи, тела какие-то валяются ещё. Так, в этой комнате никого не было. Я здесь проверил. Так, это получается, что, вся зомбятина, что ли, которая на меня напала? Так, ну, получается, то, что как бы да. То есть это... Окей, ладно. Я думал, то, что здесь будет как бы намного хуже, но... А, нет, ещё... А, ой, нифига! Ты откуда здесь за моей спиной появился? Я же только что проверил эту комнату. Так, ладно. Сейчас и тогда... Опа! Заодно проверюсь этих людей. Ага. Это было не зря, это было не зря. Что у них может лежать в кармане? Так, это, господи, это обычные мирные жители. Они просто выживали, как только могли, когда я пить... Ё-моё, что это такое? Как ты меня напугал-то только, а? Так. На тебе. Зараза. Так. Да что ж ты пуздел-то только? Нифига ты. Какой... Ниндзя, блин, а? Так, всё. Нормально шлёпнулся. То, что надо. Так, получается... Ага, я понял. Чтоб туда залезть, получается, нужно залезть плянам. Окей, окей, окей. Так, ладно. Тогда вот этого последнего человека проверяю. Так. А он... Стоп. Эй, парень, я тебя видел, слышишь? Не, он явно не дурак. Он явно не дурак, если он просто так убежал, и по-любому он сейчас уже даже не в этом здании находится. Возможно, он, конечно, где-то здесь прячется всё-таки, но... Что-то мне подсказывает, что оно всё-таки это не так. Так, а что это такая катакомба какая-то? Не люблю катакомбы, но... А, это маленькая комната, и тут аптечка лежит. Где-то снизу, ничего себе. Нормально, маленький схрон какой-то нашёл. А возможно, то, что просто она сюда случайно как-то упала. Так, ладно. Я попытаюсь тогда на башню залезть. Возможно, то, что просто там прячется. Так. Эй, парень, слышишь? Я мирный, если что. Я в тебя не собираюсь стрелять, слышишь? Вот, я оружие убрал, если что. Полностью убрал. Не стреляй, пожалуйста, ладно? Ага. А, тут его и нет. Нифига себе лазунчик, конечно. Так, что это он тут оставил? Так, вода, записка. Ничего себе. Так, ну-ка, записка. А что в записке написано? Сейчас мы посмотрим. Так. Дом с жёлтой крышей. Окей, понял. Так, это что, якобы сигнал на то, чтобы я шёл и, вернее, искал дом с жёлтой крышей? Так, вода. Он мне воду даже оставил. Ничего себе. Так, понятно. Ну, то есть этот человек, в принципе, не против того, чтобы я сейчас вышел с ним на контакт. А мне, на самом деле, это очень-очень надо. Именно через него, возможно, у меня получится получить какую-то интересную информацию. Ладно. Пока что я нахожусь здесь, достаточно высоко. Буду тогда, ой, пытаться искать дом с жёлтой крышей. Времени у меня пока что много. А домов тут также очень-очень много. Но это, честно говоря, интересненько. Так, ладно. Всё, беру бинокль и начинаю искать этот жёлтый дом. Субтитры создавал DimaTorzok